Самый большой кроссовер Volkswagen известен у нас как Terramont, а вот на родине, в США, машина называется Volkswagen Atlas. И эта модель только что пережила плановый рестайлинг. Модель получила фары меньшего размера и другую решетку радиатора. Фактически это дизайн, скопированный у короткой версии Atlas Cross Sport, которая появилась у американского Volkswagen прошлой осенью. Теперь внешность обоих атласов унифицировали. В салоне новый руль, приборы и более современная медиасистема. Кроме того, в базовую версию включена система автоматического торможения. Силовые агрегаты остались прежними, но для двухлитрового турбомотора теперь доступен не только передний, но и полный привод. В России же все Terramont и так полноприводные, поэтому мы ждем только изменений в дизайне. Обновленные машины доберутся до нас летом. Минивэн Chrysler Pacifica пережил интересное обновление. В рамках планового рестайлинга однообъемник разжился в версии с полным приводом. На задние колеса момент передает многодисковая муфта, которая замыкается даже если водитель просто включил стеклоочиститель. Версия 4х4 имеет увеличенный дорожный просвет и другие настройки подвески. Однако на трансформации салона появление полного привода никак не сказалось. Вдобавок рестайлинг принес в Pacifica новую оптику спереди и сзади, а также более продвинутый развлекательный комплекс. А еще Chrysler внедрил новую топ-версию под названием Pinnacle. Ее главное отличие в обивке сидений натуральной кожей Nappa. На американский рынок свежая версия минивэна придет примерно через полгода. В России эта модель тоже продается, но пользуется очень скромным спросом.